Лена, да, я из Израиля. Леночка у нас из Нидерландов. Вместе мы с ней худеем на своих каналах. Мы рады всех приветствовать здесь. Скажу честно, основная причина, что мы здесь, нам хочется общаться с нашими единомышленниками. И мы очень рады, что вы присоединились к нам. Так, я увидела эфир, только сейчас начался? Да, уже начался эфир. Уже давно мы идем. Он немножко отстает по компьютеру. Сегодня у нас тема нашего эфира – питание. Мы продолжаем. Это вторая часть. Первая часть находится у Лены на канале, в разделе трансляции, лайв. Мы тоже начали говорить о питании. Нас поступило очень много. Ожидаем вас. До встречи на канале. Спасибо. У нас много поступило вопросов. Ну, как много? Четыре-пять вопросов. Для нас это очень много. Мы всех благодарим. Все, кто смотрят нас во время эфира, все, кто смотрят нас после эфира. Мы здесь соображаем на троих. Я, Лена и вы. И мы благодарим всех и каждого, кто уделяет нам несколько минут своего времени. Мы стараемся всегда уложиться в полчаса. Не всегда у нас это получается. И начнем сегодня, как говорится, сразу. Я хочу сказать, что мы не специалисты, мы не врачи, не нутрициологи, не спортивные тренеры. Мы просто девчонки, которые собрались и обсуждаем тему похудения. Делимся своими результатами. К результатам у нас уже идет вторая неделя. За первую неделю есть у Леночки на канале видео. Прошу вас, проходите, смотрите. Ссылочку на наши каналы я оставлю под этим. Она уже есть в описании на Ленин канал и на мой канал. Все желающих приглашаем посмотреть. За первую неделю у Лены есть на канале все видео. Все подробно она снимает, показывает. За вторую неделю она тоже уже кое-что выставляла. Я слежу, я твой главный подписчик. Но я хочу, чтобы Леночка сейчас сказала нам, как прошла твоя вторая неделя похудения. Про себя скажу кратко. Вторая неделя похудения у меня прошла. Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, Юлия. У меня всего лишь минус один килограмм. Это то, что есть на данный момент. Результат я ожидала большего. Но сегодня я увидела такую классную фразу. Когда мы садим семечко, мы не ждем, что сразу вырастет большая яблоня. Мы ее поливаем, удобряем, окучиваем. И я, конечно, ждала, что за первую неделю у меня будет сразу же минус 100-200 тысяч килограммов. Не надо. Не надо. У меня пока минус один. Вот. Что я делала для этого? Я продолжаю ходить. Последние 2-3 дня я не ходила целенаправленно на прогулку, но у меня было много моих бытовых вопросов. Там, походы по магазинам, подготовка детей в школе. То есть свои вот эти 5-7 тысяч ежедневных шагов я нахаживала. По питанию я убрала жирное, жареное и жидкие калории, кроме одной кружки молока, чая с молоком в день. Я убрала сладкое сахар. Что еще я убрала? Калории я пока питаюсь на 2-400. Ну, можно еще поменьше, но пока 2-400, 2-500. Вот. Это в связи с особенностями моего организма. Через неделю все пройдет. Вот это коротко о моей неделе. Леночка, тебе слово. Как твоя вторая неделя? Я знаю, что там много чего есть рассказать. Да. Мне хвалиться даже и нечем, Лиза, по сравнению с тобой. Потому что мне на второй неделе от вес минус 900 грамм. А что ты, Лиза, у тебя зато на первой неделе, сколько у меня на первой неделе, ноль? На первой неделе у меня было минус 2 и почти ли минус 3 с чем-то. А на второй неделе минус 900 грамм. Но, вы знаете, я, в общем-то, с тобой очень горжусь. Честно говоря, если уже по чесноку разговаривать, эти 900 грамм я честно отработала. Я пробежала 11 километров на этой неделе. Один раз, за один раз. Я сходила на зумбу два раза по часовой тренировке. Я сходила на йогу один раз, тоже часовая тренировка. И я два раза позанималась в качалке. Это все, кроме бега, это и было у меня. Такие нагрузки у меня и были. Но я при этих нагрузках жрала шоколад по вечерам. А теперь я этого не делаю. И так, знаете, хорошо. Я снова возвратилась к деланию утренней зарядки. Мне очень тоже нравится начинать день зарядки. Это по физическим нагрузкам. Я стала любить спорт все больше и больше. И я получаю от этого, видимо, заряд позитива. Я где-то тоже на этой неделе, мне пришла такая информация, что наше настроение утром зависит от того, сколько гормонов в теле находится. Сколько дофамина, сколько тестостерона, сколько всего. То есть мы, в общем-то, люди, которые зависят очень сильно от гормонов. И даже не зная, почему у нас плохое настроение, например. А бывает мало света на улице, уже гормоны другие вырабатываются. Но мы, благодаря тому, что мы занимаемся спортом, мы сами можем вырабатывать гормоны радости и счастья. А еще, если мы много улыбаемся, а я стараюсь улыбаться. Сначала я через силу улыбалась, а теперь я улыбаюсь всегда. Ну, как бы просто мне радостно, я радуюсь. Сначала улыбка даже, ну, как сказать вам, не деланная улыбка, а как бы искусственная улыбка, потом прилипает и становится настоящей и естественной. А улыбка дает мозгу сигнал вырабатывать гормоны счастья. Так что, девочки, очень легко поднять себе настроение. Просто стоим себе, улыбаемся. Тупо улыбаемся, а ну, кажется, тупо, но мозг-то умный. Вот, так что я опять отвлеклась. Лиза такая, она всегда такая, раз, рубец, и все четко по плану, а я во все стороны разбегаюсь. Ну, я хочу сказать, на этой неделе у меня было настроение отличное, суперское. Я балдею, я летаю, я танцую. Мне даже на зумби сказали, ой, ну, ты вообще, по-моему, кайфуешь. Кайфуешь. Говорю, да. Вот. А, перефотографировалась со всеми зумбами тренера, тренерами по зумби и со всеми другими тренерами. Я никогда этого не делала. Всем хай-фай, с теми, с кем я тренируюсь уже год. Вот так. Никогда на них не смотрю. Мы приходили и делали просто тренировки. Ну, качались. А теперь я закончила качаться. Хай-фай, молодец. Хай-фай, молодец. Все такие, а в этом раз, улыбаются. Как хорошо. Ну, вот, тренировки, в общем-то, очень полезны. Просто подвигать кровь, подвигать кровь в организме очень полезно. С самого сранья, как говорила моя бабушка. Вот. И по еде у меня тоже очень хорошо получается. Дело в том, что я не такой бухгалтер и экономист как Лиза. Я не так рассчитываю все по формулам. Я готовлю... Я не бухгалтер и не экономист. Ну, ты училась на такие профессии. У меня в профессии... Нет, у меня нет образования, а бухгалтер и экономиста для справки. Ну, я по языку и по медицине. Я медсестра по профессии, а раньше я была переводчиком. У меня есть английский язык и литература. Вот. Поэтому я больше так в направлении, в другом направлении, чем ты. Но мы друг друга дополняем. Так вот, я просто готовлю себе и просчитываю калории. Из-за меня считает мои калории калькулятор. Вот. И я просто решила для себя, что чем меньше калорий я буду кушать, тем лучше. Но мне обязательно надо, чтобы даже, когда у меня калории минимум, чтобы у меня было достаточно жиров, белков и всё. Белков и жиров. А углеводы я стараюсь как можно поменьше употреблять. Лизонька, вот почему ты думаешь так нам нужно? Расскажи больше. А вот ты знаешь очень много и очень хорошо можешь объяснить про белки, жиры и углеводы. Белки, жиры и углеводы. КБЖУ. КБЖУ. Расшифровка калорий, белки, жиры и углеводы. На прошлом эфире мы говорили о том, что главное правило похудения – это дефицит калорий. Что значит дефицит? Нехватка калорий. Что такое калория? Калория – это энергия, единица энергии. Нам для жизнедеятельности нужна энергия. Вот мы сейчас с Леной сидим, моргаем, говорим, дышим. Наши внутренние органы работают. Это у нас температура тела 36,6, да, там, ну, примерно. Для всего, для этого нужна энергия. Это называется базовая, да, базовая калорийность. То есть мы вот для своей жизнедеятельности тратим какое-то определенное количество энергии. Где мы эту энергию берем? Мы ее берем из пищи. Правильно? Правильно. То, что мы едим, принято разделять на то, что усваивает наш организм – белки, жиры и углеводы. Так как мы очень хорошо кушали, много набрали веса, значит, мы потребляли больше калорий, чем нам нужно для нашей жизнедеятельности. И все лишние калории у нас уходят в жир, накапливаются в жир. Хочу сделать такую небольшую заметку, что вот белки – это наши мышцы, да. У нас в организме что есть? Мышцы, скелетная масса нашего тела, ткани, органы и есть жиры. Так вот, чтобы нарастить мышцы, есть какой-то предел. Мы не можем, да, вот такими стать мышечными людьми. Но чтобы накопить жир, к сожалению, в нашем организме предела нет. С каждым десятилетием вот эти большие люди, уже там есть плюс 600 килограмм, нету ограничений, чтобы накопить жир в нашем организме. И наша задача его, что сделать – сжечь. Сжечь можно только при условии, что мы потребляем меньше энергии. То есть у нас есть вот этот уже запас жира в организме и излишек, уже излишек, да. И когда мы потребляем меньше калорий, чем мы тратим на свою жизнедеятельность, на спорт, на движение, на мысли, моргание, дыхание, просто лежим на диване, у нас тратятся калории для обеспечения нашей жизнедеятельности. И когда этих калорий недостаточно, наш организм настроен так, устроен так, что запасы жира начинают расщепляться, сжигаться и получать недостаток вот этой энергии. Это основополагающий принцип похудения. Нам нужно сжечь жиры. Сжечь их можно при дефиците калорий. Я говорила на прошлом эфире, что можно ли худеть, если мы кушаем там одну ложку сахара в сутки. Да, можно. Калории – это у нас энергия, которая поступает в наш организм. Но качество нашего похудения, качество нашего тела остается под большим вопросом, если мы кушаем только ложку сахара. Да, худеть мы будем, но все наши другие процессы в организме будут работать нездоровым образом. Для этого нам нужно знать, что такое белки, жиры и углеводы. Для похудения я не химик, никакой не специалист, не биолог, не физиолог, ни спортсмен, не врач. Это общедоступная информация, она всегда есть в интернете. Я просто интересуюсь вопросом похудения. Что касается похудения, важно запомнить, что белки – это наши мышцы. Наши мышцы – это наше здоровье нашего тела, молодость нашего тела и здоровые процессы в организме, выработка гормонов, о которых Лена уже упоминала. Углеводы – это такой спорный вопрос. Углеводы нам нужны для работы, деятельности мозга, но при их избытке они у нас в организме превращаются в жир. При их недостатке углеводы усваиваются в качестве гликогена в мышце. То есть мы опять возвращаемся к дефициту калорий. И жиры. Жиры нам, женщинам, необходимы для работы нашей половой системы. Но их не нужно кушать много. У нас жира сейчас в организме много. Да, Леночка, я слушаю. Я про жиры хочу тоже сказать, что последние исследования насчет жиров говорят, что жиров можно есть много. Можно есть. То есть ты считаешь так, но по исследованиям, которыми я... Я не считаю. Я рассуждаю со стороны, мы говорим про похудение. Но важно, мы не химики, правильно? Любой человек. Добрый вечер, вы молодцы. Так и продолжайте. Удачи. Ой, спасибо большое. Спасибо, лайфстайл. Очень хороший миг лайфстайл. Это мой муж написал. Ой, ты хороший тебя муж. Так приятно получить поддержку. Спасибо большое. Замечательно. Можно я еще скажу про жиры? Все-таки в защиту. Я защитник жиров, потому что я люблю кето-диету, о которой тоже будет потом вопрос. Но я хочу сказать, что не только женское здоровье зависит от жиров. От жиров зависят все мембраны, а клетки, в каждой клеточке есть своя мембрана. Наша кожа – это тоже мембрана, которая защищает нас от воздействий внешнего мира. Тут тоже очень много жиров и коллагена. Я согласна. То есть жиры нам нужны не только как женщине, а как любому человеческому организму жиры очень нужны. И говорят, что это даже не вредно. Единственное, что надо смотреть, чтобы не было трансжиров. Вот это вот самые такие вредины, которые нам надо избегать. Они находятся в маргарине, которая в магазине продается. И в жареных продуктах, когда сильно зажариваешь на жиры, то да, вот это вот трансжиры, их надо убирать. Поэтому вареная пища при любой диете, включая кето, лучше, чем когда мы что-то жарим. Но жиры – это класс. Любые жиры, но лучше всего. Есть разные способы похудения, разные способы сжигания жира. Мы сейчас к этому вернемся. Я хочу обобщить свою мысль, что мы должны запомнить. При похудении белки усваиваются в мышце. Углеводы, они могут быть и мышцами, и жиром. Зависит от того, есть ли у вас дефицит калорий в вашем рационе питания. Жиры всегда усваиваются в жиры. Мы должны это запомнить. Теперь возвращаемся к кето. Что такое кето-диета? Это когда в организме вырабатываются кетоны. Кетоны – это альтернативная энергия для нашего организма. Девочки, у меня точно минус 900 грамм, как у Лены, за неделю. Юля, ура! Я не знаю, как вам сердечки поставили. Хай-фай! Это классно. Значит, у вас вы все делаете. Что значит минус на весах? Значит, у вас есть дефицит калорий. Иногда... Насчет веса я хочу сделать небольшую ремарку. Иногда вес может стоять, но могут уходить объемы. Девочки, если вы сделаете себе замеры и будете отслеживать не только весы, но и ваши объемы... Я просто с этим сталкивалась. Я с этим сталкивалась, когда у меня вес был очень, ну, практически не менялся. Но я прям похудела на два размера одежды. Это было прям видно очень сильно. То есть я усиленно занималась силовыми тренировками. Если вы активно занимаетесь спортом, я вам просто от души предлагаю, делайте замеры. Не ориентируйтесь только на весы. Ну, 900 грамм – это значит, есть результат, есть у вас дефицит. Вы все делаете правильно. Продолжайте, просто отслеживайте свои результаты, следите. Не нужно... Вот как я сегодня уже говорила, что мы садим семечко и хотим, чтобы яблоня выросла на следующий же день. Не бывает так. И в похудении тоже так. То, что вы делаете... Следим просто за результатами. Либо уходят объемы, либо уходят граммы. Ну, вот медленно яблоня растет, наш вес уходит. Да, сантиметром нужно делать замеры. Сегодня. Да, это важно. Ох, я не успела прочитать. Сейчас я вернусь. Нет, я прочитаю. Я прочитаю. Это я написала для Юли. Юля пишет, что был у меня срыв. Один раз на эмоциях. А я говорю, Юлечка, срывы бывают у всех. Просто продолжай. Нужно делать замеры. Надо делать замеры. Что такое срыв? Смотрите. Срыв – это у вас в разрезе суток вы превысили дефицит. Но в разрезе недели вы можете добавить больше активности и этот срыв в разрезе недели отработать. Мороженого наелось. Девочки, что касается мороженого, я для себя в прошлом году открыла низкоуглеводное мороженое. Там что-то 50 калорий у нас продается. То есть можно кушать мороженое даже и по 1000 калорий, если вы его впишите в свой дефицит. Вот вы наелись мороженого, запишите его в свою калорийность, да, суточную. Но в разрезе недели, допустим, устроите себе разгрузочный день. Или добавьте больше энергии, там, не знаю, спорт, сделайте зарядку. Не отступать, да. Главное – не отступать. Продолжайте. Просто улыбаемся и машем, и идём дальше. Или как упал – отжался. Вот что-то надо. Возвращаемся к кету. Я сказала, что кетоны – это альтернативные клетки для нашего энергоподдержания организма. Это источник энергии. Да. У нас есть какой вид энергии? Гликоген и вот кетоны, правильно? Я думаю, что энергия – это глюкоза, то есть глюкоза, она попадает в клеточки, глюкоза, которую инсулин приносит в клеточки. Альтернативно в клеточки приносится в митохондрии, в каждой клеточке, это наша станция, которая вырабатывает энергию в митохондриях. Есть такие, она вырабатывает энергию в виде АТФ. АТФ – это ацетилтрифосфатовая кислота, в общем, слишком сложное название, а просто АТФ. Вот это АТФ производится из определенного количества глюкозы или из определенного количества кетоновых тел. Кетонов, да. Что же Лена стала рассказать нам про кетодиету? А, про кетодиету, да, я хотела сказать, как же войти в кетодиету, потому что я считаю кетодиету шикарнейшим средством быстрого похудения. Если вы хотите очень быстро похудеть, то кетодиета для вас. В основном существуют противопоказания у некоторых людей, и, конечно же, не каждому она подойдет, но тут надо слушать тело и посоветоваться с врачом. Врачи в настоящее время достаточно ученые. Если врач достаточно, как сказать, модерновый и следит за всеми трендами, то он скажет, он поддержит кетодиету, потому что даже Елизавета II, прожившая, вот она вот недавно умерла, королева Англии, она прожила глубоко за 90-х. Она ела в пакетах, написала в пакетах тоже. Кетоновые тела очень хороши для работы мозга, то есть говорят, что надо слушать шоколад, вкусник, и будешь делать очень замечательно подготовку к экзаменам и так далее. То же самое на кетонах. Кетоны работают намного быстрее, их намного меньше нужно. Здравствуйте, Лолочка. Лолочка, нам так приятно, что вы нам написали, это очень ценно для нас, спасибо. Да, да, сердечко вам от меня тоже. Лолочка, я говорила о кетодиете, что она, это замечательный инструмент, замечательная диета, ее можно тоже сделать стилем жизни. Некоторые питаются и подходит она некоторым людям навсегда, то есть это как бы стиль питания. А некоторые могут ее использовать временами для того, чтобы сделать свой метаболизм, свой обмен веществ более гибким. Какие у нас диеты есть? Диета, которая, малоуглеводка, где мало углеводов есть диета, есть правильное питание, просто 5 раз в день, или там 3 главных съема пищи и 2-3 неосновных перекуса, да, это около 6 раз в день. Есть питание маленькими порциями по 6-9 раз в день. Такое, это называется, как же оно называется, это дробное питание. Вот, это тоже работает, это надо, это все, у нас столько людей, 7 миллиардов людей в мире, и кому-то подходит одно, а кому-то подходит другое. Ну вот, я пробовала дробное питание, как на канале Thresh Life 28 у Антона Петрикова, это мой гуру был поначалу. Я пробовала его, но он жестит в том смысле, что он не любит вкусненькое, он считает это все фигней, что, ой, зачем вы за вкусом ешь, поел, глотнул и пошел дальше за 3 минуты. Как отказаться от сладкого, мучного и перед сном именно начинается жор? Лолочка, это очень сложный вопрос. Как отказаться от сладкого, мучного и перед сном именно начинается жор? Давайте я, Лолочка, на этом хочу заострить внимание, потому что у нас, Лена, был вопрос насчет, можно ли кушать при похудении белый хлеб, помидоры, яйца, да, что-то там был вопрос. Ну тут жор, тут жор, тут совсем другое. Я дежур, когда ты журишь все подряд, все, что не приколочено. Я поэтому специалист, я таким занималась очень даже конкретно. И даже вечером бегала... Отказаться от сладкого и мучного. У нас в помощь есть наши добавки сахарозаменители. Сахарозаменители, девочки, это первая помощь, когда вы только в начале похудения, как я, и трудно отказаться от сладкого, вам помогут сахарозаменители. Я хочу только уточнить, что фруктозу не используйте. Почему, я могу пояснить. Кстати, был вопрос, можно ли есть фрукты на ночь. Что касается фруктозы, это разновидность сахара, да. Чем опасна фруктоза при похудении? Она при усвоении в нашем организме, она идет сразу в печень, она пропускает этап ферментирования, да, вот этого процесса. И у нас фруктоза сразу же идет усваиваться в печень и сразу же откладывается в жир. То есть, когда вы кушаете фруктозу, сделайте для себя в голове, фруктоза равно жир на боках автоматически. Я просто ответила вопрос о сахарозаменителях. Очень много сахарозаменителей, когда в составе написано фруктоза. Вот ее не используйте. Есть цикломат, есть аспартам, есть мальтодекстрин. Про них очень много ходит всяких слухов и мифов, что они опасные. Но там такие дозы, вы должны столько сожрать этого сахарозаменителя, чтобы он стал опасный для вашего организма. Но если вы возьмете одну чайную ложечку, да, что вы кушаете сладкое там, готовите себе десерт, используйте сахарозаменитель в чай, кофе, ложечку сахарозаменителя или вот эту таблеточку, она не нанесет тот вред, который она может дать нам пользу, когда нам хочется чувствовать сладкий вкус и снять вот эту тягу к сладкому. Что касается жора, я... Лола, ответьте, пожалуйста, вы считаете КБЖУ, вы считаете свои калории? Я не вижу чат. Я вижу чат, Лола еще ничего не написала. Можно я скажу еще кое-что про сахарозаменителя? Пока мы ждем Лолу, Лолочку, я хочу про сахарозаменителя еще сказать, что ты говоришь, что это не страшно. Это страшно, но, конечно, я согласна с тобой, что поначалу лучше заменять на вот такие аспартан. Нет, не считает. На глаз. На глаз, хорошо, понятно, понятно. Я, девочки, сахарозаменители, из самых лучших на данный момент сахарозаменителей выделю эритритол. Он, это один из спиртов, который выводится, не усваивается в организме. Эритритол сейчас самый ведущий для здорового образа жизни, используется очень много и в выпечке, и просто так. Самое важное для здорового образа жизни. Девочки, мы сейчас говорим о периоде похудения. Вы не будете всю жизнь худеть. Вы худеете. Сейчас, Лена, мы прочитаем комментарии. Я прочитала. Да. Мы говорим о похудении. Вы не будете худеть всю жизнь. Вот вы выбрали себе какой-то период, вы поставили себе цель, не знаю, кто год, кто месяц, кто два года. Вы ставите себе в приоритет похудение. Поэтому мы сейчас не говорим о том, что вы будете всю жизнь кушать сахарозаменители. Нет. Вам нужно сейчас что сделать? Плавно войти в процесс сжигания жиров. У вас жор, вам хочется сладкое. Вот для этой цели, чтобы избавиться от жора и от тяги к сладкому, сахарозаменитель – это хорошее подспорье в нашем питании. Но это не значит, что вы его должны кушать постоянно и всю жизнь. Нет. Ни в коем случае. Мы говорим о цели похудения. Поэтому для этой цели на первых этапах сахарозаменитель помогает очень хорошо. Мне, по крайней мере, очень помогал именно вот, да, избавиться от тяги к сладкому. Потом ваш организм перестраивается, привыкает. Лена, мне, кстати, об этом ты много говорила, что тебе уже меньше хочется сладкого. Вообще не хочется. Вот. Это я наркоман, я сахарный наркоман, который сейчас в ремиссии. Что касается жора. Лолочка сказала, что она не считает калории. Я вам посоветую считать калории. Я тоже. Не на глаз, никак. Чтобы избавиться от жора, вы должны научиться их считать. Как мы вот, есть такая пословица, когда вы хотите новый результат, вы должны делать что-то новое. По-старому не получится. Научитесь, разберитесь в этом вопросе. Если у вас есть к нам какие-то вопросы, что касается калорий, белков, жиров, углеводов, каким сахарозаменителем пользуетесь? У меня цикломат в составе. У меня эритритол. Эритритол или стевия? Вот вам два варианта. Стевия я тоже иногда использую, но мне почему-то она не нравится. Горчит. Она немножко горчит, стевия. Эритритол чисто как сахар. Только он не усваивается организмом, он выводится. Я всегда за то, чтобы тестировать. Пробуйте. Возьмите одну неделю, попробуйте эритритол, одну неделю попробуйте цикломат, одну неделю попробуйте стевия. И посмотрите, что вам помогает не кушать сладкого. И выберите для себя тот вариант, который вам подходит. Тестируйте, используйте. Вот на три недели у вас уже есть задание, Лолочка. Что касается жора, я возвращаюсь к калориям, белкам, жирам и углеводам. Если вы кушаете недостаточно белков, у вас нехватка. В общем, белки, они нам помогают растить мышцы и помогают насыщать наш организм. То есть, когда мы кушаем белки, мы достаточно долгий период можем... Спасибо большое. Ой, как... Я надеюсь, что для вас мы что-то полезное принесли. И спасибо большое, что вы не стесняетесь и задаете вопросы. Так мы соображаем на троих. Я пью за успех, Лолочки. У меня сегодня вода. Я, по-моему, пропустила вопрос про добавки, да, Лена? Да, про добавки расскажи, потому что уже 33 минуты, и мы продолжим на следующую неделю. А, уже 33 минуты? Да, уже время летит, когда интересная беседа. Ты хочешь еще все? Нет, если будут вопросы, если хотите продолжать, если наши зрители говорят, что давайте еще чуть-чуть поговорим. Мы продолжаем или мы закругляемся? Как у вас, девочки, со временем дела? У меня есть время. Лена, у тебя как? Я еще немножко могу, потому что я сижу у мамы в комнате. Мне надо приготовить для меня мою собственную... Хорошо, если нет времени, мы закругляемся. Мамочке через полчаса надо ложиться спать, поэтому... Давайте, девочки, напишите, кто здесь с нами. А ты видишь ли, насколько у нас человек? У нас 11... Да, я вижу, 11 человек нас сейчас слушают. Очень каждому рада из вас. Спасибо, что вы у нас есть, потому что вы даете нам силы и вдохновение. Давайте немного еще вас послушаем. Хорошо, Лолочка, раз вы просите, вам мы не можем... Давайте добавки мы оставим на следующий раз. Я хочу немножко подвести итог, что очень важно считать калории, белки, жиры, углеводы, чтобы не было жора. Почему? Как вы относитесь к интервальному голоданию? Интервальному питанию, наверное. Значит... Или голоданию. Это к вопросу о том, что я хотела подытожить. Любая диета, которая имеет название кето-диета, низкоуглеводная диета, интервальное голодание, она основывается на принципе дефицита калорий. То есть вы должны кушать меньше, чем вы тратите. Главное, наверное, в похудении мозг должен дружить с желаниями организма. Это да. Что касается мозга, наш мозг заточен на то, чтобы наш организм оставался в жизнедеятельности, чтобы мы были живы, здоровы, все у нас хорошо работало, чтобы мы были в безопасности. Поэтому наш мозг всегда нас ведет в зону комфорта. Там, где вкусненько, сладенько, жирненько, на диванчике мы лежим, не двигаемся, спортом не занимаемся. Так работает наш мозг. Наша задача при похудении – его обмануть. Другого вопроса, другого варианта нет. Или замотивировать, потому что иногда танцевать хочется. Танцевать – это же классно. Что касается мотивации, мотивация. Люди добиваются успеха как раз те, кто умеют действовать без мотивации. Это уже доказанное. Дисциплина. Дисциплина, да. А это тоже обман мозга. Ты мозг приучаешь, что это надо делать постоянно. Это твоя зона комфорта, дисциплина. Да, это я к этому и вела. Лена, ты мою мысль подрубила на коню. Наш мозг мы можем обмануть при помощи выработки правильных привычек. Что такое выработка правильных привычек? Это дисциплина. Когда мы ежедневно делаем одни и те же действия. Лена рассказывала, у нас есть классный эфир про движение поездов, нейроины в эти рельсы. Когда мы эти рельсы настраиваем очень правильно, привычные действия. Какие привычные действия? Заниматься спортом, считать калории, правильно питаться. Это всё помогает нам обмануть наш мозг. Лолочка пишет, у вас есть чат поддержки. Вы знаете, Лолочка, я создала в Фейсбуке группу «Женщина на миллион». И всех приглашаю в эту группу. Можем общаться и друг друга поддерживать в Фейсбуке. Но я ещё в этой группе только один человек, это я. Что касается чата поддержки, у меня на канале есть ссылка на мой инстаграм. Мой инстаграм всегда открыт в директ. Вы можете писать мне свободно. А я хочу научиться вести свой инстаграм, чтобы тоже поддерживать всех моих единомышленников. В описании к каналу вы можете мне писать. Напишите, я Лолочка из Ютуба, здравствуй, Лиза, и ваш вопрос. Я всегда открыта к общению. Да, я могу там не сразу ответить, через полчаса, через час, через полдня. Но я отвечаю всем. И у меня есть девочки, которые мне с Ютуба пишут в инстаграме, в директ. Если у вас сложности с инстаграмом, я понимаю, что сейчас ситуация, не у всех есть доступ. Первое решение вопроса – это VPN. Вы можете через VPN заходить. Либо вы можете мне куда писать. У меня есть мейл. У меня на Ютубе в описании канала есть мейл. Вы можете писать мне на e-mail. Обмануть или выработать привычки. А это требует время. Согласна с вами. Поэтому мы с Лизой договорились худеть целый год, чтобы привычки выработать. Что касается привычек… Стучитесь в инстаграм, Лолочка. Стучитесь ко мне тоже в инстаграм. Инстаграм. У меня есть всё. Я вас жду. Ссылка в описании моего канала. Под каждым видео я оставляю ссылку на свой инстаграм. Добро пожаловать. Подпишите. Я готова вас поддерживать. И я тоже. На Ютубе в комментариях. Если вам нужна моя поддержка, я вам её дам. И мне на Ютубе в комментариях могу тоже сразу отвечать. Я стараюсь очень быстро всем отвечать. Да, на Ютубе в комментариях. Под любым видео, последнее видео, которое вы видите на канале, вы можете писать любой ваш комментарий. Я на него отвечаю очень быстро. В Ютубе я отвечаю максимально, потому что, да, я не знаю, почему у меня так работает оповещение. Да, в Ютубе очень быстро работает оповещение. Очень быстро, да, мне очень нравится. И если вы пишете комментарий, я практически моментально его вижу и отвечаю. Вот. Ну что, уже 40 минут. Давайте, девочки, отложим на следующий раз все остальные вопросы, которые у нас были. Чат поддержки – это классная идея. Может, нам с тобой, Лиза, что-нибудь организовать в виде чата отдельного? Именно по телеграмма. Я создам в телеграмме, но это будет не в ближайшей неделе. Да, и я тоже хочу телеграм-канал «Женщина на миллион» сделать. После 21 дня. Про привычки я могу сделать отдельный эфир. Что касается привычки. Наш мозг вырабатывает автоматическое действие в течение 21 дня, и еще 21 день оно закрепляется. То есть, по факту, нужно 42 дня. Это исследование. А у меня другие исследования, что некоторым нужно даже целый год. Нет, смотри, если в течение 21 дня ты делаешь одно и то же действие, привычка вырабатывается. Чтобы она закрепилась до автоматизма, нужно еще 21 день. Если вы где-то в течение этих 42 дня останавливаетесь, все, результат обновляется, начинается заново процесс. Поэтому у некоторых... Не надо прекращать. Да, да, да. Как только вы... До встречи. До встречи, до встречи. Спасибо, вам приятно читать ваши комментарии. Да, благодарю всех, кто был на эфире, благодарю всех, кто посмотрит позже. Те, кто смотрят позже, я вижу очень много по статистике. У меня около больше 300 просмотров видео после трансляции. Я вас приглашаю с нами вступить в беседу. Давайте задавайте свои вопросы под этим видео, трансляцией. И может быть, вы нам что-то посоветуйте. Может быть, у вас есть какой-то опыт похудения. Расскажите об этом, пожалуйста. Поделитесь своим опытом. И может быть, вы нам что-то классное посоветуйте, что мы внедрим в своё, да, систему похудения. Я приглашаю всех оставлять комментарии, те, кто посмотрит после. Потому что после смотрят много людей. И я уверена, среди них есть люди с результатами. Да, да, да. А давайте какое-то задание нам сделать. В прошлый раз 3G, нет жирного, жареного и жидкие калории, чтобы мы не употребляли, да? И жирное, ты имела в виду где-то 5% жирности. Например, йогурт вот такой. Не самое жирное, а где-то средней жирности. А теперь задание на следующую неделю. Ты говорила, давай будем считать калории. Я буду просто продолжать. Мне главное сейчас не остановиться. Да. А я хочу сказать тоже, давайте всё-таки начнём считать калории. Тогда у нас у всех, знаете, очень много различных приложений, которые вам подойдёт, неизвестно. Но я уже сразу знаю. MyFitnessPal есть. Вторая есть. Я пользуюсь FatSecret. Сит30. У меня мой нидерландский. Я его вам не советую, потому что там всё на нидерландском языке. Ну, вот самый хороший – это FatSecret. По-моему, он самый удобный. Это бесплатное приложение на телефон для тех, кто не знает. Его можно скачать либо в App Store, либо в Google Play. Вы можете написать FatSecret. Можно русскими словами, можно английскими словами. И скачать это приложение. Оно бесплатное на телефон. Там есть русский интерфейс для тех, кто… У меня есть на иврите там интерфейс. Да, там для каждой страны свой интерфейс. То есть там нужно всё делать. А Сит30 – это русскоязычная. Там нарисована божья коровка, не ошибётесь. Сит просто на русский Сит. Лолочка, я вас услышала. Мы обязательно над этим вопросом поработаем. Сейчас я отправлю детей с 1 сентября в школу. У меня будет намного больше времени. Я займусь этим вопросом. Но это будет не в ближайшую неделю. Не в эту неделю. На этой неделе у нас 1 сентября и школа, и садики. Да. Волочка, приходите на Facebook ко мне. Приходите на Facebook. У меня на сайте… То есть у меня в описании YouTube канала есть тоже вот эта вот ссылка. Я хочу сюда всех пригласить, чтобы мы могли делиться фотографиями, рецептами, рецептами красоты, здоровья и поддерживать друг друга. Это для этого я и создала его. Только он ещё пока не запущен так, чтобы он наработал. Надо помощь Лизе. Она у нас по всем соцсетям. Она у нас айтишник. Я Facebook сразу говорю. Я Facebook не люблю. Он у меня есть. Мне пользоваться мне не нравится. Я хочу попробовать. Хочу, я смотрю в сторону Телеграм. И я хочу. И у меня уже тоже на Телеграме есть, но я тоже хочу начать этот чат. В общем, начнём этим делом заниматься. На следующем эфире мы вам расскажем, как это дело продвигается. Да. На эту неделю мы считаем калории. Калории. Чтобы похудеть, нам нужен дефицит калорий. Диету вы соблюдаете любую, выбирайте любую. Основа, полагающая наша цель, это дефицит калорий. Хотя бы 10% от вашей базовой калорийности. Про базовую калорийность я подробно рассказывала в предыдущем эфире. Часть первая, да? Как мы её назвали, Лена? Я забыла. Как начать худеть? Нет, питание при похудении, по-моему, да, называется? Да, по-моему, нет. Первая неделя похудения, питание. Знаете что, я на этот эфир предыдущий сделаю ссылку в описании. Я добавлю эту ссылку для удобства. Часть первая, часть вторая. Девочки, можно я ещё добавлю одно очень важный вопрос. Вот про Жор. Я вспомнила себя полтора года назад, и у меня получалось вечером, как только вечер, я устала, я не доспала, мне бы хотел пойти спать, а я ещё там вожусь на кухне, там собаку выгуливаю, всё. А потом сяду на своё место, где я обычно телевизор смотрю, и мне хочется жрать шоколад или что-нибудь такое, гамбургер или ещё что-нибудь такое. И я тогда, когда я резко решила худеть, я сказала, всё, не буду вообще ничего есть, я буду пить чай. И я заменила еду на жидкость, на чай. Сначала чай пила с сахарозаменителем, а потом чай без. Но я купила разные чаи, и ещё лимон себе взяла, чтобы выдавливать, чтобы какой-то хоть вкус во рту. И могла там два литра чая выпить. Но два литра чая, там же может быть десять калорий, а не тысяча. Поэтому я опивалась чаем, чтобы просто заглушить голод. И мне это помогало. Может быть, Лолочка и вам это поможет. Это хороший вариант. Сегодня мы, кстати, с тобой говорили, Лен, про это, про жор, что надо иметь куриный яичный белок, варёный яйцо. Вот, расскажи ещё, Лолочка, это, как сказать, не идея, а совет на миллион, который сейчас Лиза скажет. Да, имейте всегда под рукой варёные яйца, если вы хотите похудеть. Вечером. Вечером, да. И мы говорим про вечерний жор, когда вы в течение дня то ли забыли поесть, то ли там не посчитали, что там недостаточно кушали белков, потому что белки нас насыщают. И к вечеру вы чувствуете голод, потому что вы не получили достаточно белка, вы не насытили свой организм, а кушать он хочет. Обычно, когда уже вы чувствуете вот это желание кушать, значит, у вас уже должно быть под рукой что-то, что вы можете быстренько съесть, заглушить. Самое классное – это яичный белок. Если вы в течение дня не кушаете яйца, вы можете съесть целое яйцо на ночь. Вот оно должно на тумбочке лежать уже варёное, да, ночью вы там перед сном хотите спать или проснулись ночью, у вас такие глаза, пойду к холодильнику, раз яйцо и съели. И оно не нанесёт вам большого вреда в плане похудения, да, и оно утолит ваше желание обжираться. И если у вас возникает желание, да, вот этого жора, значит, вы недостаточно кушаете белки, жиры и углеводы, то есть у вас несбалансированное питание, и вы, ну, не насытили свой организм необходимыми, да, макро-микроинтриентами. Об этом, я думаю, мы сделаем отдельное видео про добавки, да, Лена, потому что мы сегодня не успели про это говорить, но это важно при похудении, вот, поддерживать этот баланс с добавками. Об этом попробуем поговорить в следующей неделе. Ещё про жор, ещё про жор, девочки, вот это яйцо, наварите, если даже не одно, а можете три съесть, если жор большой, и сразу, особенно если вечерний жор, да, Лолочка, всем пока, говорит, до встречи, спасибо. Я тоже думаю, нам надо заглядываться. Да, да, будем заглядываться, я хотела сказать, яйцо побольше, можно и побольше съесть, можно и три съесть и сразу идти спать, потому что от недосыпа тоже очень большой жор может быть. Так что мы сейчас тоже, чтобы у нас не было жора, идём вовремя спать. Всё, всем спасибо. И будем двигаться, и будем двигаться дальше, двигаться дальше. Лучшая версия себя. Я тут знаю, завершить эфир, правильно? Всем пока. Пока-пока. Не завершила. Ладно. Благодаря. Игорь Негода. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...